Приветствую! Одна из самых консервативных мет, консервативных матчапов в третьем варкрауте, это эльфы против орков. Постоянно одно и то же, постоянно хранитель рощи ухимик масс охотницы, постоянно мастер клинка, шэдоу хантер и бугаи, или рубаки, с шаманами. Собственно, очень сложно избежать именно это, эти комбинации, они постоянно встречаются, но есть игроки, которые пытаются игнорировать мету и играют что-то свое. К этим игрокам относится как раз Соник. Если вы смотрели какие-то онлайн-игры, онлайн-турниры на моем канале, когда я прям в эфире комментировал, то там часто попадается Соник. Это такой креативный игрок из Украины, который известен тем, что у него такое ощущение, что никогда нет плана, а если есть план, то он придумывает его на ходу, что делает его крайне, как бы это сказать, непредсказуемым, крайне эффективным в определенных моментах. Он любит играть аркадно, рискованно, что ярко выделяет его на общем фоне игроков. И при этом еще он один из немногих эльфов, кто играет действительно необычно, по крайней мере, против орков. Например, взятие того же самого демон хантера, охотника на демонов первым героем, где вы еще такое увидите, как не у Соника. А он еще один из тех, кто играет друида Ворона. Например. Я вообще больше никого не видел, кроме него. Масс друиды Ворона это олдскульная мета против орков, за эльфов, которая игралась 10 назад на постой и считалась очень эффективной. Но череда нерфов и изменений в игре сделали эту стратегию неэффективной и не такой сильной, как раньше. Здесь же мы со стороны Хитмана видим Боидмастера. Хитмана это сильнейший игрок из западного полушария, сильнейший игрок Америки, участник до последнего WGL Winter 2019. Но не сказать бы, что он прям очень сильный. Сильный в Америке, безусловно, может давать бой европейцам иногда, но без каких-либо чудес. Хотя, опять же, повторюсь, играет он сам по себе неплохо. Хотя и при этом тот еще пижон в действительности. Итак. Начинается криппинг лагеря наемников. Появляется Демон Хантер. Как мы видим, он играет несколько, так, ультра-жадно. Он сразу пошел забирать артефакт. Это оказались собаки ловкости. Прекрасный для него артефакт. Плач невидимости. Мне показалось, или он добил... Он вроде как добил, получается, нейтрального крипа Дремл Войны, потому что у него урона должно было... Больше опыта должно было быть в теории. Ну да ладно. Отправляется в центр для того, чтобы забрать отсюда артефакты. Примерно этим же занимается бойдмастер. Он очень хочет забрать Кобальда на стороне противника, чтобы взять оттуда артефакт. Хотя воевать, конечно, с ним неприятно, потому что бесконечное оглушение душат. Собаки ловкости, венец благородства. Прекрасные артефакты для мастера клинка. Т2 в это время делает Соник. Пытается сделать какую-то стенку внутрь своей базы. Демонхантер пряжет прямо на вражескую половину. Вряд ли у него получится что-то отменить. Он не хранитель рощи с энтами. Он не может просто взять и сломать здание. Пытается Хитман как-то контролировать свою базу, чтобы не мог пройти внутрь охотник на демонов. Но в итоге он это сделал. По нему стреляет в логово. Но сам при этом герой эльфов теряет здоровье. И достаточно быстро. Уже третьего у него нет. Но рубит рабочих он аки-черт. Вынуждает из-за этого их прятаться. И спасать свои жизни. Блэдмастер использовал свиток скорости для того, чтобы дать бой противнику. В невидимость стал охотник на демонов. Благо у него есть теперь плач теней. Мастер клинка побежал за порошком. Понимает это скорее всего Соник. Поэтому он просто тянет время для того, чтобы его крипы могли закрепить центр. Появился порошок. И сейчас вынужден будет уйти отсюда охотник на демонов. У него слишком мало здоровья. На двух здоровье уходит. Очень рискованно. Но с другой стороны. Дал возможность закрепить точки. Очень много сока выпил из колодцев. Желательно все-таки забрать эти перчатки скорости. И пойти убивать еще нижнюю точку. Очень скоро будет Т2 и у того и у того игрока. Охотничьего зала мы пока не видим. Соответственно древо мудрости не поставит. Но еще по таймингу можно это сделать. Собственно он это делает. Получается это будут все-таки древо мудрости. А не древо ветров. Так что дуиду ворна мы не увидим. Да. Второй уровень у мастер-клинка. Очень хорошие у него артефакты. Уже плюс 7 урона. Плюс 100 хп. Два винца богородства. И одни сапоги и ловкости. Здесь выпадают когти. Да. Демонт хантер конечно тоже опасный. Еще и сапоги себе купил. Очень быстрый он. Ставится тотемп Тауренов. И в это время взялась Панда. Сильный герой безусловно. Его еще в последнем патче немного улучшили. Пары начали наносить больше урона. Но при этом есть проблема. У Панды ему нужно прокачиваться. Не очень серьезно. Для того чтобы приносить реальную пользу. На первом и на втором уровне он не особо силен. Ему нужен третий. Для того чтобы было второе дыхание. Но со вторым дыханием он действительно становится сильным. Особенно против орков. У которых нет ни одного юнита с защитой от магии. Соответственно все будет страдать. Плюс еще пары. Неплохо так помогает против мастера клинка. Потому что они дают промахи. Соответственно будет вероятность того что. Блэдмастер будет наносить значительно меньше урона. Третий уровень. У охотника на демонов. У него второе возжигание маны. Жаль что Панда не получил этот весь опыт. Но главному герою эльфов тоже нужен здесь опыт. Два древа мудрости ставятся. Светочка тут нету. Но он может подойти в ближайшее время. И чтобы поставить базу. Будет мастер видеть что эта точка закреплена. У него еще есть медальон здоровья. Заметили Светочка? Убьет ли его? Не. Он видимо хочет попытаться отменить древо жизни. Но тут рядом противник стоит. Поэтому нужно быть очень осторожным. Ну да он отменяет древо жизни. Это куда более полезно. Потому что потерял его ресурсы тут. Из-за этого Соник. Спрятался сверячок. Использовал все порошок. В это время шедохантер крепится себе спокойно. Еще есть самую сочную и крепкую точку. Откуда выпадают действительно хорошие артефакты. Стандартную мету играет Хитман. То есть служители предков. Эльф с эмпатией и волчь-всадники. Для контроля с сеткой. Вынужден стоять у себя прямо на базе здесь. Эльф. Использовал порошок. Он попал на Блэдмастера. И тут вынужден убежать. Но это был последний заряд порошка. Маны больше нет у Блэдмастера. Поэтому не может в случае чего стоять просто так в винтболке. Можешь купить личный телепорт. И сбежать например. Или сапоги ловкости. Купил свиток исцеления. И пытается просто на ноге сбежать. Но это у него вполне получится. Потому что у эльфа никакого контроля нет. Начинают производиться дриады. Дриады хороши. Они замедляют. Они рассеивают эмпатию. Соответственно фокус урон очень сильный. Плюс еще они неплохо синергируют с героями эльфов. Потому что то что юнит замедлен. Позволяет охотнику на демонов атаковать спокойно. Не тратить кучу времени на то чтобы догнать. Сейчас довольно таки серьезная битва. Одинаковые лимиты. Свиток исцеления есть у орка. Есть большая банка здоровья. Но здесь очень сильно хочет выжить всю ману. Шадохантеру. Это в принципе получается. У него здоровья не осталось. Он должен будет выпить большую банку здоровья. Он это и делает. У орка отвратительная позиция. Там еще и дополнительные дриады подходят. Полина свое здоровье. Потерял охотник на демонов. Ему нужно отойти. Разваливаются здесь постепенно юниты орков. Свиток исцеления я использовал зеленокожий. И вроде как даже неплохо сейчас получается. Слишком много юнитов потерял эльф. Но с другой стороны у эльфа работает дополнительная база. И это стоит понимать. А конечно же нет третьего уровня у панды. Это реально уже была минус игра. Развалилась древо войны. Соответственно больше фронтлайна нету. Но при этом орк потерял слишком многое. Панде желательно только выжить еще. Очень мало здоровья у бойдмастера. Панда при этом еще и выживает. Но отряды смогли продолжить бой по мастеру клинка. Из-за этого он ушел. Но снова убили бугая. И в любом случае размен плюсовый для эльфа. У него есть дополнительная база. Он убил примерно столько же юнитов сколько и потерял. Это дает панде немного прокачаться. В общем ситуация неплохая. Орку нужно отстроиться. И что-то придумать. Потому что спиритволкеры не особо полезны. Потому что их эмпатия рассеивается. Все просто умирает от дыхания. Нужны свитки исцеления какие-то. Может быть еще что-то. С другой стороны очень неплохо вовчевсадники работают. Здесь в принципе бугаи не нужны. Потому что они ничего не делают. Разве что только против лучниц эффективнее воюют. Но их там почти не осталось. Как видите вроде как всего одна. Да. Ну и еще и тролльберсеркер. А вот вовчевсадники получают меньше урона от дриад. И от всех здесь юнитов. Но при этом носят дополнительный урон подрядом. Это хорошо. Панда постепенно приближается к третьему. Когда будет второе дыхание станет очень сложно. Берет с собой рабочий. Чтобы на них распространять эмпатию. 46 на 56. Альфа больше. Ну есть дополнительная база. Поэтому он без проблем подряд все делает. Наконец-то рассеивание появится у дриад. Можно будет снимать эмпатию. Последняя... Не, не последняя. Предпоследняя лучница погибла. Щит молний. Криппинг. Отсюда можно выпить какой-то там зелень невидимости. Или большую банку здоровья. Ну зелень невоязвимости как раз. Какой невидимости я говорил, да? Зелень невоязвимости. Кодо делает. Тут кодо очень хорош. Сетка по берсеркеру. Он много урона наносит. Поэтому убить его достаточно желательно. Змейки очень хороши. У него там уже еще змейки вторые. Но, как видите, они через фокус умирают. Лечение первой шату-хантера не помогает выживать особо. Зато есть сетки. И можно убивать дриад. Дриада занимает 3 лимита. Поэтому потеря каждая ощутимая. Зелень невоязвимости, скорее всего, включит Блэйдмастер. 2 дриады. Минус. Очень мало здоровья у мастера клинка. Нужно быть ему очень осторожным. А то он может подставиться. Эльф пытается хит-н-дранить. У него это успешно получается. С этой скорости использует орк и пытается уйти. Потому что эльфа здесь в любом случае больше. Эльф эффективнее отстраивает юнитов. А вот и Кодо подошел. Нужно восстановить хп. Собственно, бальзам был. Поэтому спокойно это делал. Тогр-воин. Хорошее дополнение к армии. Потому что он очень толстый. 850 здоровья. И при этом 3 брони и тяжелый. Так что он не получает дополнительный урон от атак противника. Так как у орка нет в принципе магической атаки. Кроме там спирит-волкера, понятное дело. У которого атака неплохая, сравнительно. Но тем не менее. Панда почти третья. Осталось добить эту точку. И будет третий уровень. И орку станет совсем плохо. 49 на 60. Ну вот, начинается. Неплохо так перехватили на криппинге. Хотя тот вовремя отошел. Что помогло в итоге. Начинается битва. Боинмастер цепляется в Дриад. Очень себя неплохо чувствует вообще Демонхантер. У него есть банка здоровья. Мощнейшее дыхание. И при этом второе было с винными парами. Дриады. Не подпускает в себе вражеских юнитов. Демонхантер потерял половину здоровья. Но у него есть четвертый. Теперь второй урот. Буквально на одном хп отходит панда. Конечно, вот это вот аркада, о которой я говорил. Помните о Сонике? У него нет сытка телепортации. Ни стаффа. Ничего. Вот так вот и умирает герой. 45 на 49. В принципе, это выгодно для орка. Уже равные лимиты. Начинаются гигантские проблемы у Соника. И здесь можно потерять базу. Это еще проблема в том, что тут есть вот красный. Волчь-всадник побитый. Маны нет у Шедохантера. Неприятная ситуация вообще. Но надо снести это Древо Жизни. Если снесет, будут очень хорошие шансы. Выкупили Демонхантера. Он идет восстанавливать себе здоровье на колодцах. Светочки вышли для того, чтобы ремонтировать Древо Жизни. Единения с природой нету. Магазин ставят сзади. Орк думает закреплять свою позицию. Новый юнит на дотекании подходит. Неплохое дыхание. Светок исцеления. Используют эльф. Пытается Демонхантер выжечь Спирит Волкер. Убить его. Панда пытается отходить постепенно. Мало здоровья у Блэдмастера. Но у него есть маленькая зеленивая язвимость. Пытается контролить. Но постепенно юнитов все равно теряет эльф. Как вы видите. 38. Хотя и Орк теряет очень-очень-очень многое. Кодос слишком долго стоял на месте. Получил много урона. Орк разваливает. Не хватает урона у Блэдмастера. Банально. Хотя вроде как его и много. Но его не хватает. В итоге остаются Орка. Только герои. Шэдохантера никак не умрет. Разве что он может в магазине купить ситок скорости. И на скорости тупо убежать. Начали сделаться охотники за головами. Тоже топовый юнит сейчас. Хотя с другой стороны он страдает от дыхания. Очень серьезно. Дели невозимости есть. Маленькая. Поэтому в случае чего. Хочет он еще немного повоевать. Но там уже Древо Жизни полностью восстановили. Поэтому ничего только у меня осталось. Красный Блэдмастер. Блэдмастер. Но он почти пятый. А там и шестой. Хорошо прокачивается. Забыл о Дриаде здесь Соник. Рабочий даже подходит. Воюет. Ману себе восстанавливал. Ловец теней. Шэдохантер. Но как бы ему его это сбили. И теперь он вообще пустой полностью. Не может использовать свои касты в принципе. Неприятная ситуация. У него ведь второе лечение сейчас. И вторые змейки. Откладывает предметы на ману. Для того, чтобы у него эффективнее восстанавливалась энергия. Что он тут купит? У него есть уже отвар невоязвимости. У панды. Купил бы еще какой-то став может быть. У него он дешевый, ведь у эльфа. Орк конечно пустой. 34 лимита на 56. Орка слишком мало сейчас. Необоснованные потери у него были. Но это все панда с дыханием. Пытается ее поймать сейчас орк. Но все-таки наверное у нее урона здесь не хватит. Сейчас еще одно дыхание будет. Все будет страдать. Все будет гореть в огне. Вы сами видите, что происходит. Лечение неплохо заходит у шедоу хантера. Надо отходить панде. Он постепенно приходит к четвертому уровню. Но у него есть что? Есть отвар невоязвимости. Жить как-то можно. Здоровья вообще не осталось у бойдмастера. Но у него есть невоязвимость. Он ее прожимает. Панда также использует невоязвимость. Четвертый уровень. Пятый уровень у мастера клинка. Заканчивается невоязвимость у бойдмастера. Он входит в винволк и убегает. 20 лимита на 53. Агрессия орка потерпела полная фиаско. И вот такие вот необычные... Ну как необычные? Неметовая, нестандартная стратегия Соника приносит свои плоды. Большое количество дриад. Эффективная экономика двухбазовая позволяет делать достаточно большое количество юнитов. Еще с первым улучшением, которое делается второе. Чтобы доносить большое количество урона противнику. Панда контролирует вот это вот все пространство. И она носит много урона. В общем, действительно сильно. Четвертая панда. Если она получит пятый, это будет такая жесть, конечно. Свиток исцеления есть. Невоязвимость купил. Орк пытается как-то отстроиться. Сейчас будет игра уже как-то от обороны идти скорее. У него бетона нету. Поэтому если его атакуют, будет неприятно. Но, видимо, эльф решил прокачаться, потому что он верит в свой лейт, верит в своих героев. В принципе, Демонхантер в лейте ничем не слабее Блойдмастера. Из-за своей ультимативной панда с третьим дыханием на пятом уровне. Просто аннигилирует армию, если давать ей возможность дышать. Поэтому решил немного покрипиться. Выполыли тотемы исцеления. Для криппинга, да и для драки, в принципе, неплохой артефакт. Книга выпала. Но идти за ней слишком далеко. И лень. Почти пятый Демонхантер. Третье выжигание маны. 150 маны за один раз. Вот тут сильно, конечно. Когда-то давным-давно оно выжигало 100-200-300 маны. Если даже представить не могу, насколько это имбово. Банально у панды сейчас сколько. 285 маны на четвертом уровне. Прикиньте, использую свою способность. У него 0 маны. Баланс. Пятый Шедохантер, кстати. Там может быть что змейки, что лечение. Скорее всего, змейки для того, чтобы как-то справляться с дриадами. У них 2-0. Урона уже немало наносят. Особенно если фокусируют по одному. Но при этом они тонкие. Их нужно контролировать. И они тут при этом много опыта. Кстати, что немаловажно. Здесь можно получить все-таки. Отошел слишком далеко к героям. Поэтому опыт не взял. Большого кобальта не убили. Из него можно выбить артефакт. 38 на 67. Разница невероятная. Ирщик еще продолжает быть как-то в игре. Передом отстраивается потихоньку орк. Ну и у него это вяло получается откровенно. Помогает то, что у него получил всадники с сеткой. Как видите, если хотя бы одна отряда атакует, то орк может отходить. Орк не может отходить. Дает бой из-за этого. Потому что понимает, что шансов отойти нет. Невызимости нет у Шадоу Хантера. Но лечение... Точнее, у Боин Мастера. Но лечение Шадоу Хантера помогает. На пятом уровне он взял третье лечение. Чтобы хоть как-то спасать своего героя. Очень мало здоровья у Мастера Клинка. Не успел его спасти. Он умирает. Не успело сработать лечение. И век того... Не поспевает за анимацией. Иногда. Довольно частое явление вообще. 33 на 71. Ну, здесь все идет к законоверной победе эльфа. Такая вот не совсем метовая стратегия. Но сработала. Это я к тому, что, дамы и господа... Работать может все, что угодно. Если это правильно подготовить и правильно все сделать. Здесь есть магазин. Проблема в том, что у орка остались много волчьих всадников. Поэтому он может выиграть в размер. Особенно, если он грабеж сделал. Но, с другой стороны, у него их не так много осталось, как хотелось бы. Ну, зато его относят к древу жизни. Если так телепортации используют. Понимают, что он просто не выиграет, потому что там бетон уже есть. Поэтому он возвращается домой. Хитмен будет пытаться разводить. Как мы видим... Разводы, в принципе, работают на длинной дистанции. Они помогают выигрывать время. Вспоминается сразу игра Флая против... Хэппи. Там, где Хэппи должен был безоговорочно побеждать. Но Флай просто бегал по карте. Разводил. Тем самым, давая возможность себе, своим героям... Прокачиваться. Строил свою армию. И дал бой, который еще Хэппи мог проиграть. 76 на 37. Это было забавно. Как будто обратные цифры. Почти пятая здесь панда. Демонт Хантер вернулся обратно. Ему нужно быть осторожнее. Рядом Акасин, правда. Он требовал банку здоровья. Может купить. Робо-магии. Желательно ее взять. Он просто атакует противник. Но робо-магии, конечно, что он ее не взял. Это фиаско. Потому что это плюс... Сколько получается? Плюс 90 маны. Это дополнительное дыхание. Это как раз то, что ему надо. Но просто не успел. Отвлекся на базу. Магазин пропал. А он так и не купил зелее лечения. 39 на 79. Преимущество 40 еды. Мана выжигается у Шэдоу Хантера. Так что лечить очень сложно, мягко говоря. Основная шахта закончилась. Это же касается и Орка. По крайней мере, в ближайшее время осталось всего лишь 100 золотых монет. Пытается гонять. Хитман. Вот так вот поколесить будет. Но его перехватила в итоге панда. Использовала неплохое дыхание, конечно же. Одна из дырят погибла. Но это мелочи, как вы можете понять. Пыталась атаковать древо жизни. Но ситуация-то бессмысленно. Пытается поймать боемастера. У него как раз нет маны на виндволк. Все так скорости используются и уходят. Потому что лечения у Шэдоу Хантера нет. Купить бы какие-то бальзамы. Базу в это время ставят. Потому что основная закончилась. А магазина нет. Он не может купить бальзам для восстановления. Умирают дриады. Панда подходит. Древо долголетия спускается вниз на золотую шахту снизу слева. Она не закреплена, к слову. И в этом просто база установилась сверху справа. Только что она начала работать. Перехватили с двух сторон. И в итоге здесь закрыт. Орг теряет собой мастер. ГГ написал. Хитман. И Соник побеждает на этой карте. Но, к сожалению, проигрывает в общей серии. На следующей карте он сыграл эту же стратегию. Но противник победил. И потом на третьей карте Соник сыграл мету. И тоже проиграл. В итоге Хитман вышел в гранд-финал. Это полуфинал. В гранд-финале Хитман играл против Бойда. Игрока за Альянс из Молдавии. И где проиграл. В итоге Бойда с чемпионом турнира. Таверн Капа. И заработал 200 долларов. Вот так вот. Большое спасибо, что были со мной, дорогие друзья. Как видите, можно играть не всегда стандартно. Тем более, если ты не играешь на супер-тир-один уровне. Но в действительности, мне кажется, что эльфы как-то застряли. В реалиях старого патча, когда они были непобедимыми. Эльфам нужно придумывать что-то новое. Или вспоминать забытое. Вот это мое мнение. Посмотрим, как будет развиваться мета дальше. Практика показывает, что она многогранна. И часто меняется. Поэтому может произойти все, что угодно. До встречи. И удачи в плавании. Субтитры создавал DimaTorzok